Та-дэн! Приветик всем, девчонки и мальчишки! Всем хорошего и доброго четверга! У нас сегодня четверг, Леночка сегодня не работает, так что проведем день вместе с Леночкой! Леночка собралась, чуть-чуть тут у меня в коридорчике темно, лампочка какая-то, знаете, это типа экономная, поэтому она нифига не светит, поэтому она экономная! Леночка собралась, одела шарфик, чтобы было потеплее, взяла свою, кстати, новую сумку, ну как новую, имеется в виду, что я ее купила, так я ее не носила, Это типа Прада, ну а-ля Прада, типа вы поняли, типа там за 20 евро, в переулке, в темноте, чтобы никто не видел, у темно-темнокольных таких мальчиков, ну вы поняли! Но она зато такая, знаете, большая, вместительная, как бы мои такие повседневные сумки, вы знаете, это вот такая с висюльками, потом вот такая у меня черненькая, видите? Это моя любимая, вот, оранжевая, потом такая более на выход, это у меня вот эта от Шанель, ну тоже а-ля Шанель, потому что оригинальный Шанель Леночка бы не купила! Ну, у Леночки много еще сумок, есть от Louis Vuitton, ну а-ля Louis Vuitton, да! Ну что, знаете, я такая, какая есть, я говорю как есть, ну, Louis Vuitton, я не пойду не куплю его за 200-300 евро, я его пойду и куплю за 20-30 евро! И, кстати, выглядит он довольно-таки хорошо! И так же самое, эта моя сумка валялась у меня давно, думаю, возьму я ее в ход, что она у меня сидит, что она ждет? Леночка куда вообще собралась? Леночка собралась пойти что-нибудь купить, покушать, нужно картошечку, и сегодня четверг, как я уже сказала, Леночка сегодня не работает! Так что день с Леночкой! Кому интересно, следите и не переключайтесь! Раз уже речь зашла за сумки, покажу я вам еще вот эту мою от Louis Vuitton, вот так она выглядит, кстати, в прошлом году я ее оттаскала вообще очень-очень много, и тут такой же у меня есть кошелек от Louis Vuitton, типа комплектик, ну, блин, кто разбирается, конечно, он отличит оригинал от подделки, но мне как-то пофиг! Тут у меня вот такая есть сумочка-клач, тоже вообще 100 лет ей, наверное, еще со времен, когда Леночка в школу заканчивала, вот такой клачек, был бы повод куда-то выходить, чтобы это все носить! Потом у Леночки, смотрите, какая есть красивая пляжная сумка, кто видел, от Карпизы, такая классная, смотрите, здесь сверху все, типа, ручная работа, все связано, и у меня под эту сумку, типа, такая же шляпа, смотрите, тоже, видите, как соломенная, не знаю, вязка, прикольно! У меня еще есть вот такая белая сумка, тоже от Карпизы, как и вот эта, вот такая сумка, мне ее дарила Годеечка на день рождения, тоже, кстати, очень классная сумка, я ее очень много таскала, и, кстати, выглядит она вообще супер-супер-супер! Потом внутри весь барахол, тоже сумки, типа, вот такая маленькая, я все время на велике, летом ее тоже гоняла, и это такая большая синяя, вы видели, с которой я ехала домой в Молдавию, она чуть помята, я ее так сложила на следующее лето! Блин, так жарко я одета, но решила показать, какие еще, Леночке, тут сумки есть, это тут, в Италии, а еще дома в Молдавии у меня есть, еще помню, когда я Арифлейм занималась, там тоже у меня есть такая огромная такая, такая, знаете, как лакированная сумка, кто знает, тот понял, о чем я имею в виду, еще сверху вот так, без застежка, такая грубецкая, все, надо поехать домой и взять ее, потому что на то время она мне не нравилась, как бы такая она очень, как чемодан, а сейчас я бы с ним с удовольствием погоняла, так что, когда пойдет домой, покажу вам ее, ну, как видите, у Леночки сумок и немного, но и немало, как бы, знаете, все равно, чтоб 10 точно есть, ну, ладно, неважно, это кому интересно было просто про сумочки, так что, Леночка показала, хвастаюсь, чем Майю, как говорится, что имеем, теми рады, так, да, ну все, поехали, поехали, потому что уже жарко, мой конь, вижу, чуть-чуть вспотел бедный, нужно его протереть, потому что мы держим велики на улице, знаете, и холодно, роса, и мой конь вспотел чуть-чуть, но ничего страшненького, на улице, знаете, вроде бы солнышко, прям ослепает Леночку, но холодно, как говорится, солнце зубами, Леночка на коньяке, мой муж уже не ездит на работу на велике, потому что холодно, я реально, я вчера с утра ехала к своей хозяйке на работу, ну, хотя я не хозяйка, а работодательница, ну, у нас тут говорят хозяйки, потому что, как бы, у кого бабули, говорят бабуля, моя не бабуля, как бы, как сказать, на нее бабуля, моей 52 года, но она еще даст фору любой чики, хорошо выглядит вообще, ну, блин, а что итальянцы, сидят вон, дома работницы имеют, которые им убирают, они себе только ходят по салонам, или все, поэтому они так хорошо выглядят, не то, что наши, бедные, блин, мамы, всю жизнь, блин, павшу, поле, прошевка, ой, ну, что делать, зато трудолюбивые, так, так, у Леночки нос замерз, ладно, я приехала в этот наш магазин LD купить картошку, тя-динь, ребятушки, Леночка уже дома, я показывала вам, что поехала в этот магазин LD взять картошечку, что вы думаете, я, как любая женщина, которая идет в магазин, купить там кое-что, что надо, и что, выходит с огромным баулом, купила, что надо, и не надо, блин, ну, что делать, ну, такие мы бабы, я буду как бабы, а я богиня, и, короче, ну, показывать вам все не буду, потому что покупки, думаю, всех уже заколебали, и я тоже уже, как бы, надоело мне встретить у всех, то, что покупает, уже как-то надоело, поэтому покажу только вот такое самое интересненькое, самое, в принципе, интересненькое, ничего такого, потому что все, еда, единственное, что я взяла, сейчас покажу чашку с капучино, вот, смотрите, я взяла вот такой у нас кафе капучино, и тут такая чашечка, у меня еще есть одна такая чашка, смотрите, у меня уже есть такая чашка, я как-то тоже покупала такой комплектик, и у меня была чашечка. Я думала, блин, да хочу еще, чтобы была как бы пара чашек. И вот сейчас была в акции по 3 евро капучино вместе с чашечкой. Поэтому у нас комплектик. Мне и моему Амор. Круто? Круто. Ну и все остальное продукты. Блин, жрем с мужем как кони, кони. Я не знаю, блин, что делать. Я говорила, что мой муж бросил курить. Фу. Слава богу, уже мы заглазили, блин, уже, как бы, слава богу, уже больше месяца не курит, но живет. Без вообще. Встает ночью сад, я хочу кушать, хочу кушать. И что вы думаете, ладно, ему есть куда кушать. Он у меня не прям такой, знаете, жирный, огромный. Но проблема в том, что он, когда идет кушать, я тоже хочу идти кушать. Вот вы знаете, у меня такая проблема вообще по жизни, что я не могу. Вообще не могу, когда кто-то кушает. И чтобы я не кушала, у меня девчонки мои постоянно подружки говорят, чики, привет вам. Типа, что, я говорю, что мы обычно ужинаем поздно. В 7, 8. Я сейчас хожу в школу, вообще прихожу в полдевятого, могу кушать в полдевятого. И они говорят, типа, блин, да ты кушай до, типа там, в 5, в 6. И все. Я говорю, что хотите, чтобы мы в море сожрала, блин, вообще, похавать в 5 часов, идти в школу, и в полдевятого блин, голодная, и просто лечь спать. Нет, что-то такое не бывает. Или Наташка, Наташка Русс, Наташка отпрекается, моя приветствия говорит, съешь просто яблочко. Съешь им яблочко, я после яблочка сожру все, что у меня есть в холодильнике. Реально, я не знаю, у кого как, но я после яблока ужасно хочу кушать. Просто, просто ужасно. Поэтому, я не знаю, как бороться с голодом. Ну, не знаю, как бороться с голодом. Хотя, вы знаете, я за все лето, да, я за все лето, началась зима, и все лето я скинула 10 килограмм. Да, я скинула 10 килограмм, это вообще для меня было супер-пупер. Ну, что вы думаете? Я уже пятерок набрала назад. Очень быстро, абсолютно, я их быстро набрала назад. Я не знаю, почему. Ладно, не будем жаловаться, потому что нужно жить на позитиве. На позитиве. На позитиве. Я еще, кстати, купила, хочу делать маффины. Взяла молочка, там, маслечко, маскарпоне. И хочу сделать маффины, потому что мой муж говорит, что я худею, а ой, не худею, я думаю, хочет хавать. И что-то сладенького хочется. Блин, я думаю, ладненько, сделаю я маффины. Покупать не буду. Зачем покупать, когда Леночка делает сама домашний маффин. Ммм, мм, 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 мм. Ну, знаете, у меня маффины, кексы, это одно и то же. Так что, если вдруг я на маффины игру кексы, на кексы игру маффины, не удивляйтесь, это нормально. Поэтому для меня это вообще одно и то же. Хотя там где-то я читала, что разница есть. Но для Леночки разницы нет. О, кстати, я вчера была в школе, правильно, правильно? И мы уже начали проходить прилагательные, знаете, все такое. Сейчас, кстати, покажу вам. Так как есть время, Леночка сейчас покажет, что мы делаем в школе. Кому интересненько, оставайтесь с Леночкой. Смотрите, покажу вам вкратце, чем мы занимаемся в школе. Сейчас мы начали учить уже, я сказала, прилагательные глаголы, споряжения. Как бы для меня это уже отлично, отлично, потому что поначалу это была просто жесть. Смотрите, вот такие тесты у нас были. Это поначалу. То, что я говорила, что для меня это вообще непонятно. и полная жесть. Смотрите, был текст, короче, и нужно было сразу вставлять слова в правильной форме. То, что, в принципе, я пришла и учить. Поэтому я тогда вообще абсолютно не знала, потому что я это не учила. Или слушали текст, нужно было по тексту, типа, слушать текст и выбирать, типа, что было сказано в тексте, знаете. Потом, вот, на дом она давала писать. Как бы, знаете, сам смысл, я говорю, что я могу объяснить все, что мне надо, но неправильно. Я, допустим, вот, тексты дома писала. Смысл мой был довольно ясен, но слова не в правильной форме. Куча ошибок. И не только у меня, кстати. И даже у этих девок, которые в прошлом году тоже целый год учились. То же самое, вот, текст был по девятовку. Мы его записывали. Потом такой текст был Фачи да Кампер. Это вообще жестокий текст. Я его вообще ничего не поняла. Абсолютно. И то же самое. Этот текст вообще мы даже до него не дошли. Потом, вот, тут было и предложение, они разбросаны, знаете, в разбросочку. Нужно было поставить их подряд. Ну, это я поняла, как бы я это сделала. И то же самое вот здесь. Смотрите. Вот это вообще капец. Тут артикли. Вот это их артикли. Артикли и припозиционе артикулати. Вот это, что я не знаю. Вот нужно было сразу вот эти артикли вставлять правильно. Ну, не, допустим, су-тема. Не су-тема, а су-тема. Или, допустим, корси. Типа, с Волгу, но, дэй корси. Вот это я и не знала. Поэтому она увидела, что мы реально не знаем. Не только я не знаю, но и эти мои коллеги. Они тоже, хотя в прошлом году это все учили, но они нифига правильно ничего не знали. И то же самое вот здесь. Смотрите. Допустим, смотрите. У на фамилия ке, типа продури, глагол продури, и нужно было поставить его в правильной форме. Типа продучева. Консервы. Видите? В правильной форме. Ну, блин, если ты не знаешь, как его спряжать, спрягать в правильную форму, как ты напишешь? И она, короче, уже эти дни уже вот, она уже дала нам грамматику, мы уже начали вот учить все подряд. Типа прилагательный глагол, испряжение, все такое. Вот, как спрягается, типа глагол Амари, типа я люблю, ты любишь. Иоаму, Туами, Лулиама, Ноэмяма, ну, короче, вы поняли. Вот это то, что реально я хотела как-то учить чуть-чуть с нуля. Ну, походу, она поняла, что она слишком как-то запрыгнула дальше. И мы начали учить все подряд. Поэтому уже я довольна. Я вчера пришла домой после школы, сделала домашнее задание. Она, кстати, дофига домашнего задания дала. Допустим, тут рисунок, и на нем показано, кто что делает. Тут текст, и все глаголы, они вообще разбросаны по всему тексту. Это должна была все эти глаголы ставить, ну, кто куда. Я сама сделала, муж проверил, слава, что я умничка. Молодец. Леночке было приятно. На прошлом уроке тут был тоже такой рисунок, типа аптека, таблетки, ну, пронтусокорс, больница. И нужно было вот каждое название, к чему подходит, мы говорили. И потом говорили, что обозначает, и что там делают. И то же самое здесь, типа описать, что это такое, потом текст мы слушали. Ну, короче, чтобы не тянуть, как бы уже школа мне нравится, все пошло своим путем, реально. Ну, что, в принципе, этим занимаемся мы в школе. Так у нас проходит урок. О, кстати, у меня тут такой сапожечек, видите, типа ботиночек, это ботиночек-зажигалка, смотрите. Я его, кстати, купила, когда мы в один год ехали с девчонками в Коблево на Украину. Кстати, украинец, всем привет. Я купила море этот собак-подарок. И, кстати, у меня есть тут такой чудик черненький магнитик. Я его покупала тоже в Коблево, когда мы ехали с девчонками на море. Ладенька Ляночка сейчас разложит в холодильник все мои продукты, что я купила. потом хочу съездить в УВС, в наш магазин в УВС, посмотреть, если там ничего нету. Хотела бы кофточку по секунду купить. Ребятушки, Ляночка приехала в наш УВС Арана, блин, они же открываются в полчетвертого, тоже такие работники, пипец. В час закрываются на обед, в полчетвертого открываются. Вообще, когда работаете, вообще, я не понимаю. Смотрите, какая симпатичная сумка за 20 евро. ручка длинная, можно на плечо кинуть. Мне нравится. И такая клач прикольная, смотрите. Но клач это дорогая, это 30 евро. Но прикольная, я люблю такой стиль. Еду наверх, мужской отдел, пострелить может что-то мужу. Смотрите, сколько много игрушечек. Раньше, вообще-то, в УВС не продавали такие штучки. Сейчас вижу не только шмотки, вот для Нового года. Разные штучки. Даже елочка продается за 25 евро. Игрушек много. Идем, девчонки, мальчишки, вышло я с УВС. Вообще, абсолютно ничего нету. Вообще, ничего прикольного, ничего хорошего. Это хрень, короче. Да, придется поехать в наш этот иперкоп, посмотреть там по магазинам, может что-нибудь себе найду. Ребятушки, я в нашей пятце Дукали. Кто не видел, показываю уже миллионы раз. Красиво. Особенно вечерком. Очень-очень красиво. Церковь наша. Иду через площадь и иду сразу домой, потому что я замерзла в своих джинсах рваных. Надо уже все выбрасывать, рваные джинсы. Здесь видосбор туристов. Все собрались и разглядывают нашу площадь. Ну, я же говорила, что у нас заменитая площадь. Опять, Садукалия, вы не верите. Ладненько, все, иду домой, потому что реально я замерзла, замерзла, пипец. Все, идем домой готовить кушать. Ребятушки, я уже дома, ой, но замерз, капец, по дороге заехала в магазинчик, купила три гранаты. Три вот такие гранаты на два с копейками. Два евро с копейками. Нужно кушать гранаты, очень полезненько. Ну, что, сейчас переодеваемся, начинаем готовить. Хочу сделать один салат и маффины. А у меня есть еще вчерашняя гречка, так что будет гречка, салат и маффины. Море будет довольный, Леночка, вас будет сегодня баловать. Ну, что, хотя бы как-то дома что-нибудь готовить такое, знаете, более-более вкусненькое, что-то, знаете, не повседневное. Так что, не переключайтесь. Смотрите, Леночка здесь замесила тесто, чтобы сделать кексики. Я делала с маскарпоне, это типа будет как Чамбелла итальянская, только буду в кексы разливать. У меня есть рецепт на канале, называется Чамбелла в виде кексов, что-то такое. Посмотрите, там увидите подробно рецептик. Смотрите, разлила я тесто по формочкам. У меня чуть-чуть эти штучки, они не по размеру, идут чуть-чуть больше. И так скрутились. Так, тут у меня есть черный шоколад, и я хочу добавить по кусочку. в центр. Вот так. Ребятушки, смотрите, это ингредиенты для салата. Я кекс отправила в духовочку, и тем временем буду заниматься салатом. И так, мне нужна кукуруза, свежие огуречки, болгарский перчик, я беру и красненький, и желтенький, так будет красиво, знаете. 3 вареных яичка, ветчина, и все заправим майонезом. Уже соль, перчик, и обязательно эту петрушечку сверху. Итак, ребятушки, смотрите, огуречки я очистила, шкурки, приготовила уже перчик, яички тоже почистила, ветчина моя, и кукурузка тут у меня, смотрите, стекает. Я буду резать все мелкокубиком, если вы хотите, можете резать соломкой. Ребятушки, вот они все мои ингредиенты, сейчас все хорошо перемешаю и заправим майонезиком. Ребятушки, вот такой салатик у меня получился, я уже попробовала, кстати, очень вкусненький, чувствуются абсолютно все ингредиенты, хотя я все ставила на глаз, без никаких пропорций, поэтому советую. Я, кстати, первый раз сделала такой салат, муж придет, Леночка будет его баловать. Смотрите, сняла я свои кексики, проверила зубочисточкой, чтобы внутри было хорошо пропекшее. Смотрите, сейчас подогрею свою вчерашнюю гречку, так что на первой у нас гречка, потом салат и на десерт кексики. Леночка умничка, настоящая хозяюшка, правильно? Правильно. Ребятушки, у Леночки настроение хорошее, видно, да? Решила разукрасить кексики. Вот так здорово выглядят. Сверху шоколадом обычным, молочным, и сверху еще вот такими разными разноцветными штучками, карамельками. Прикольно, да? Прямо смотришь, и душа радуется. Скоро Новый год, скоро Новый год. Прикольно, прикольно. Ну что, девчонки, мальчишки, Леночка салатик сделала, кексики сделала, красиво украсила, сделала ли Амори приятно, Амори будет довольный, так что обязательно балуйте своих любимых и близких, дарите им тепло, улыбку, позитив, только-только позитив, и все будет добре. Я ж думаю, у него Амори с работы, что-то он сегодня поздно, у него с меня зарплата придет, поэтому Леночка кексики приготовила, у него с меня зарплата придет, я ему так, Амори, хочешь кексики? Амори, дай грош, дай грош. Буду к Амори с нее приставать, раз у него с меня зарплата. Ну что, девчонки, мальчишки, всем поцелуйчики, приветики, солнечная Италия, обязательно подписывайтесь на наш канал, кто не подписался, кто подписался, брави, молодцы! Ну все, всем пока! Всем пока! Субтитры подогнал Игорь Негода. А моя богиня! Давай, мужика!